Всем привет, с вами портал Инсургент, мы находимся на выставке на Music Mesa Russia 2018, с нами группа Вичкрафт. Первый вопрос, Володя, тебе. Ты сегодня выступал на стенде Инспектор, как эндорсер или как? Я сегодня выступал на сцене Инспектор, как эндорсер. Отлично! Давно работаешь вообще с этой компанией? Совсем недавно, мне поступило предложение просто, ну, почекать палку, и я практически сразу ее взял, и я несколькими группами откатал, ну, как это не тур, это точечные выезды были, но, в принципе, проверил ее в разных жанрах, в разных стилях, я играю с разными командами, и, в общем, она круто звучит, мне понравилось. А именно с группой Вичкрафт были? Да, 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 совсем недавно, в Питере играли. Ну, и как в итоге? Круто, все радовались, но он радовался больше всех. Она кричала, что если бы не Инспектор, мы бы завалили весь сет наш. Ух ты, даже так? Людмила, к тебе вопрос. Ты помимо музыки занимаешься написанием книг? О, сейчас Питер расскажет про них. Как люди, вообще, поклонники относятся к этому? Ну, конкретно мои поклонники относятся хорошо, потому что у меня уже сформированный такой пласт людей, которые читают мои книги, слушают песни, даже мангу мою читают, у меня еще манга есть, кстати. Манга? Да, да. Поэтому они относятся спокойно, а так вообще, конечно, большая часть аудитории не слушает именно музыку, но к книгам относятся позитивно, так что читайте книги, друзья. Вся литература, что она пишет, сразу предупреждаю всех, 18+, а может и 20+, где-то 30, да. И супер, она не гомофобная, так расскажу. Мне, даже, даже мне было иногда стыдно читать то, что я читал. Хотя он, вообще, да, ну, чтобы мы понимали. Спасибо. Спасибо, спасибо. Хотел как раз об этом рассказать, но уже не стоит. Как случился на вашем портале, друзья. Тасик на самом деле. Камшот. Что? Нет, нет, я все молча бывает. Камшот? Камшот. У меня кличка такая в школе была. Последний альбом Cinema вышел. Ну, вот, много как раз таки треков оттуда с треком из фильмов, из Silent Hill, из Рэкаева, из секретных материалов. Кому пришла вообще такая идея? Кстати, да. Мне пришла такая идея, на самом деле, там не треки, как бы, из фильмов, а там. А, мелодию. Да, кусочки мелодии, которые мы использовали как вдохновение. Ну, типа, с плагиателем, все дела, мы же понимаете. Ну, суд подали, кстати, почти все фильмы. Все подали на суд, но все проиграли, потому что мы живем в России. Да, анти-самки. Вы сказали, подавайте в суд на Арию. Ну, это, блин. Айрону Мэйдам понравилось, между прочим. Ну, это шутки особенно понравились. А они, по-моему, умерли, нет? Ну, кто? Ария. Не знаю, можно плохо шутить про эти хумы? Нет, кстати, ты говоришь, мы постремся сейчас с Сарей. Они нам ответ напишут, мне кажется, нет, они даже не знают, кто мы. Я теперь знаю, теперь будет знать. Ну, слушай, ну вот ты, опять же, играешь в нескольких группах. Вичкрафт, Мультиверс. И указан был на афише инспектора, как гитарист, а на домине. Почему тебя до сих пор официально не заявили? Ну, потому что, на самом деле, я в Мультиверсис не играю. Просто заявил обо себе, типа, ну, меня бы не пускали на выставке. Ты же отдаешь себе отчет, что зовут тех, кто, типа, при действии, при каком-то, ну, исполнителем должен являться. Поэтому это один из, кстати, стратегических планов музыканты. Если у вас все плохо, просто пиздите всем побольше, что вы играете везде. И это прокатывает, серьезно. А отдельно можно за бабки, кстати, договариваться с музыкантами, вот как с ана домине, например. Я говорю, я же скажу, да, что я с вами. Они такие, нет, чувак. Я говорю, давай, давай 500 рублей. На пиво вам накину, ребят, и все будет нормально. Они говорят, ну, ладно, один раз можно. Это типа, как это называется, штука, когда... Взятка. Не, 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 когда ты кафешку какую-то берешь с именем чужим, типа, знаешь, как... Франшиза. Франшиза, да, да, франшиза. Музыкантов, раксикуйте. У Вичкрафта вообще, в принципе, ближайшие планы какие есть? Ну, мы намеревались вообще выгнать киташника, но после сегодняшней выставки мы передумали, потому что ему, наверное, дадут бесплатно гитару, а музыкант с бесплатной гитарой – это ценный экземпляр. Не придется всей группе вкладываться в эту гитару? Да, 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 нам придется всей группой работать на пташника. Я его всех выгоняю. Да, у нас всех выгоняю. На самом деле планы такие, что мы сейчас снимаем новый клип, вот, и я надеюсь, что он скоро выйдет. И он такой не совсем обычный для нас будет. И, наверное, несколько новых песен. В каком стиле? Это был ремикс на одну из медленных песен, но он такой бич-хаус, не знаю, как сказать, электронный такой, вот. Музыкант, видишь, как отвечает на вопросы? Просто люди очень нравятся Эл-Джей. Она дома ходит и говорит, что всегда хочет сишку. Я его косплею. И что-то там еще кенты, лошки, без башки, что-то там. Я не знаю тексты, только ты знаешь, поэтому я хочу вопрос. Это очень-очень стыдно было. Вот она такой же прям взяла, микс сделала, говорит, хочу как Эл-Джей. Ногами затопала и пришлось сделать, ну, электронику, мне лично. Ну, какой-нибудь релиз именно ближайший планируется, помимо клипов на старые песни? Ну, релиза в ближайшее время нет. Хотя, смотря, что вы называете в ближайшем времени, в ближайшие пять лет, мы точно что-то выпустим. Нет, в ближайшие полгода. А, в ближайшие полгода, ну, наверное, песня будет. Концерты, туры будут? А, туры нет, концерты будут. Какие туры, посмотрите на нас? Где разрешат? Где разрешат, где гостяшенька пустят в господи? После наших выступлений обычно от нас отказываются организаторы. Люби, привет. Нет, на самом деле мы планируем несколько концертов в Воронеже, в Ярославле, опять же в Санкт-Петербурге, но пока нет каких-то конкретных дат, просто говорим о том, что мы к вам приедем, друзья. Ждите. Ну, вообще, в творчестве какие-то подвижения? Есть что-то, пишется, может быть? Пишется. Я книгу новую пишу. Ты купил? Ну, конечно, уже. Ты не написала, я уже купил. Говорят, черные птицы падают в небо. Моя новая книга, вот, она уже доступна в продаже, друзья. Заказываем, поддерживаем. Да, ссылочка в описании. И там нету геев, понимаете? Впервые за практику написания моих книг Пташников отказался покупать, сказал... Я не буду читать. Да, не буду читать. Я написал свою книгу, я посмотрел на нее, что она пишет. На самом деле есть такая, на прозе.ру я выложил свою микрокнигу, это другой формат. Мне сказали, что это не книга, но, короче, я говорю, что это книга, если ее в маленьком формате, в таком сделать, завернуть, серьезно. Как она называется? А, Хранитель снов называется. Я просто давно так написал, уже она бестселлером стала, тысячи раз меня узнают за нее, уже стало неловко. Я как бы хочу позиционировать себя как больше музыкант, чем писатель, и поэтому... В общем, книжка интересная, она про то, что чем больше у тебя половых актов в жизни, тем твоя душа возносится выше, к небесам. Вы понимаете, Пташников уже можно в ранг святых ввести. Я к этому и говорил. А сам с собой не считается, между прочим, поэтому 50 сразу отлетает процентов. В итоге, вот как относишься ты, допустим, к тому, что вот этот человек, как его называют, музыкальный опроситутка, помимо Вичкрафта, играет по разным другим коллективам? Вот примерно так я отношусь. Нет, на самом деле, ну как ты, нельзя же ему запретить сказать, играет только у нас, у нас не такие обширные масштабные туры. Вообще, хватит, это же чистая правда. Смотри, сейчас скажу то, что все молчат обычно, о чем. Так, давай, ну... Если бы у любой из моих команд был настолько загруженный плотный график, чтобы у меня не оставалось времени на то, чтобы заниматься всякой ересью, такой, как написание своих собственных книг, как оскорбительные комментарии ВКонтакте писать, удалять всех друзей, потом добавлять их, говорить, что это не я, на самом деле был пьяный, то просто все бы сложилось полноценной, красивой картинкой. Я бы катался, был бы в турах, угарал бы, и, как люди говорят, я хочу угорать, что-то, а мы хочу угорать, хотел Джеймс Сэйн. Дичь такая. Стыдно мне, стыдно, что люди вот так ведут себя. Ну, в общем, я думаю, на этом можно закончить, чтобы не продолжить. Полноценное интервью, кстати, я могу тоже пару вопросов тебе хочу задать, пару вопросов. Инсургент, а ты в GTA играешь вообще? Там тачка называется Инсургент. Блин, посмотри, в каком GTA. В 5-й GTA Online. Блин, я в 5-й не играл, меня комп не тянет. Эх, хотел поговорить об этом. Ну, все. Ну, ладно, пожмите друг другу руки. Всем спасибо, ребят. С вами был портал Инсургент, группа Вичкрафт. Приходите на Номи Жекбес. Сюда ему договорить-то под конец. Я там не знаю, что из этого получится. Спасибо всем, Инсургент, с вами Пташник рулит. Скоро я буду ведущим, кстати, на Инсургенте. Буду подъяснять всем и брать интервью. Спасибо. Все, всем пока.